Ну и кратко обсудим способ подключения к оборудованию как в симуляторе, так и в реальной жизни. В эмуляторе у нас или графический интерфейс, или вкладочка командный интерфейс, или мы можем в рабочую станцию к ней подключить последовательный консольный кабель и включить в оборудование, или сессия TALNET SSH. Ну, я думаю, наиболее оптимальное использование именно командного интерфейса в окне управления. Наиболее быстрое и удобное. Ну и в реальной жизни мы, или с помощью сессии TALNET SSH, это основное конфигурирование, или мы делаем терминальное подключение, ну это в основном, когда мы делаем предварительную настройку, либо мы с помощью веб-интерфейса. Веб-интерфейс, к сожалению, не всегда реально работает, не всегда облегчает жизнь, как хотелось бы, ну и кроме того, за него нужно платить, то есть он не идет в комплекте с оборудованием. Вот у нас так терминальный порт, консольный порт выглядит. Консольный порт у нас интерфейс RS-232, он стандартным образом, как на инюксовых воркстейшнах, давно заведено, распаян в коннектор RG45, как витую пару, как в эзернете, и он голубым цветом выделяется, консольный порт. Одно время пробовали делать консольные порты USB, но USB у нас не очень прижилось, потому что слишком быстро стандарт USB изменялся, и, как вы видите, тут мини-USB, а сейчас уже микро-USB, и потом USB-C, поэтому консольный кабель под RG45 найти проще, чем зачастую мини-USB. Ну и поскольку вам нужно компьютер подсоединять, вам нужен кабель, который соединяет RS-232 компьютера, ком-порт это DB9 и RG45. Ну, тут действительно просто соединение проводков, один и тот же интерфейс, никаких преобразований не делается. Но, опять же, с ком-портами не очень-то хорошо в последнее время, вы можете не найти компьютер с ком-портом, а тем более, если у вас ноутбук. И вот у нас есть переходники с USB на RS-232, ну или вот такой вот более распространенный конвертер. Вы втыкаете порт в USB, тут, естественно, уже не просто проводки, тут у вас какая-то обработка идет, чтобы перевести, простейшая обработка USB в RS-232, поскольку оба порта последовательны и совместимы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok